Дорогие друзья, с вами канал Фасовского Нива, ведущий я, Дмитрий Круглых, и сегодня наша с вами постоянная рубрика по пятницам японский язык, где мы с вами пытаемся проникнуть в тайны и красоты японского языка и японской культуры. И если в прошлый раз мы с вами пытались разобраться в правилах японской азбуки Хироганы, то сегодня это занятие мы с вами, конечно же, посвятим японской азбуке Катакани. Я напоминаю, что Катакана, вот даже вот послушайте, вот не знаю, как у вас, у меня есть такие ассоциации Хироганы, это что-то такое плавное, что-то такое вот, а Катакана, она уже немножко такая вот колючая. И это забавным образом сказывается вообще, в принципе, на изучении всего, потому что действительно азбука Катакана записывают чаще всего слова иностранного происхождения, либо там еще какие-то вещи, либо какие-то сложные слова, которые никто не помнит, как писать их иероглифами, и их, соответственно, пишут Катаканы. Ну, то есть проблема, с которой мы с вами будем постоянно сталкиваться, то, что Катакана у нас будет постоянно проседать. И да, это абсолютно нормально, то есть не переживайте, что вот азбука Хирогана у вас как-то схватилась, вы ее так пошли с ней хорошо, соответственно, и так далее. А вот на Катакане вы что тут каждый раз проседаете? Ну, понятное дело, что тут, понимаете, даже дело зависит не от того, как вы вот прям вот Катакану выучили, вы вот прям открыли ее, взяли так перед собой и запомнили, а в том количестве вариаций, в котором оно вам будет встречаться. То есть даже те знаки, которые вы их постоянно знаете, с которыми вы постоянно сталкиваетесь. Допустим, представим с вами какой-нибудь учебник японского языка, где имена иностранцев записаны Катаканой. И что? Ну, прекрасно, вы эти имена запомните. То есть вы их запомните, вы видите символ, вы видите картинку и уже так начинаете читать. А дальше вам попадается слово из Катаканы. Те же самые буквы, но в другой комбинации. И вы тут начинаете проседать. То есть если вы до этого на автомате вот это вот читали, и в большинстве случаев с Хироганой и так далее, это, естественно, будет читаться именно, знаете, вот на автомате. Катакана вот в этом плане, она всегда будет проседать. Поэтому ни в коем случае не переживайте, если вдруг вы читали какие-то тексты в учебнике и так далее, потом вы встречаетесь с какой-то новостью, и у вас вдруг Катакана начинает проседать. Но это точно не повод уж переживать, и, ну, можно, да, там, немножко дать себе время протупить и вот, соответственно, вжиться. А так через некоторое время оно обязательно у вас, вот этот вот навык появится. Да, самое главное, чтобы видеть вот эту вот Катакану в разных, собственно говоря, ипостасях, в разных комбинациях и так далее, тогда она у вас запомнится. Вот, поэтому ни в коем случае не переживайте, если вы понимаете, что она у вас проседает. Надо сказать, что Катакана, она ровно точно такая же, как и Хирогану, то есть звуки одни и те же, поэтому если вдруг, я уже в этот раз не буду рассказывать про Суши-Суси, про Поливановскую вот эту вот систему, я уже рассказал это в прошлый раз. Поэтому, если хотите, можете открыть предыдущее видео, вот, я его обязательно в конце ролика с ссылкой поставлю, поэтому можете его там посмотреть, если вдруг вы его еще не видели. Ну, обязательно подписаться на этот канал. Каждую пятницу выходит видео, поэтому другие видео по темам другие дни выходят, а вот конкретно по японскому языку именно по пятнице. Итак, мы с вами сегодня как раз поговорим про Катакану, как ее писать, как она вообще работает. Как я уже сказал, вот даже в своем слове Катакана она немножко вот такая вот колючая, то есть отличить их от Хироганы очень-очень просто. Хотя некоторые буквы похожи, действительно, но Катакана она более колючая, она более вот такая квадратная, что ли, она более, вот, скажем так, такая вот интересненькая. И дальше мы с вами пойдем по тем же самым рядам, что и Хирогана, то есть, да, начинается все, как, знаете, хороший японский текст, мы его начинаем читать слева, соответственно, направо, сверху, вниз. А вот иероглифы пишем как раз наоборот. Мы их пишем справа налево, сверху вниз. Это основное правило, но кое-где оно будет нарушаться, и я вам тоже буду рассказывать почему. Итак, давайте начнем с первой буковки А. Да, вот А у нас с вами похоже, не знаю, как вам, мне она напоминает такой вот грибочек. И вы, как такой, знаете, лесник, приходите в лес и видите какой-нибудь хороший прикольный гриб. Говорите, А, вот у вас, соответственно, у вас есть шляпка такая и, соответственно, ножка. Вот, сразу скажу, что у меня, естественно, так как я пишу не от руки, на компьютере чуть-чуть будет получаться кривовато, да, поэтому вот эта вот часть чуть-чуть должна быть пониже, но я думаю, что вы мне это простите. Дальше. Следующее это у нас с вами И. И открытый аквапарк. И вот смотрите, да, вот что нам с вами легче, подниматься в горку или спускаться с горки? Конечно же спускаться. И точно тот же самый принцип используется в японском письме. То есть, горка, мы с вами сначала съезжаем в горки, да, как бы кричим ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ И вот здесь точно так же, потому что легче писать все-таки вот этот вот штрих сверху вниз. Поэтому здесь этот принцип, он, собственно говоря, и используется. Следующая буковка У. В целом она похожа на букву У, которая в хирогане, но она здесь оквадратнилась, скажем так. И мы рисуем сначала пимпочку, потом вот этот элемент и дальше уже, вот здесь я немножко криво сделал. Давайте, чтобы оно все-таки оставалось в пропорциях. И, соответственно, мы рисуем половинку, но только уже квадратную. Да, обратите внимание, что еще, и, кстати, я буду сегодня нарушать немножко правила, точнее, не правила, а порядок того, как мы будем какие-то буковки смотреть. Я буду обращать внимание еще и на другие буквы. Обратите, пожалуйста, внимание на ВА. Вот это вот постоянная будет путаница, потому что ВА у нас без пимпочки. Запомните, У с пимпочкой, да, а ВА у нас, соответственно, без пимпочки. А следующее у нас Э. Э, знаете, вот как будто бы такая очень хорошая конструкция, потому что, почему, да, и мы как бы вот удивляемся. Кстати, японцы очень часто любят говорить прям, да, вот какое-то такое удивление. У них причем еще есть особенность коллективного удивления, да. То есть, когда я помню, с японцами мы ходили, значит, по экскурсиям, и вот им экскурсовод говорит, ну, типа, посмотрите вот налево, и они все вместе, там, 20 голов, говорят Э. Вот, это, конечно, такое интересное проявление коллективного. И вот здесь у нас с вами устойчивая буковка Э. То есть, мы пишем верхнюю черту, потом мы идем вниз, и дальше мы пишем черту, которая чуть-чуть побольше. Смотрите, нижняя черта чаще всего, она должна быть чуть-чуть побольше, потому что она будет более устойчивой. То есть, да, для того, чтобы вот нас выдержать такую вот конструкцию для буковки Э, она, естественно, должна быть устойчивой. И вот давайте вот рядом с изображением этой девушки я нарисую буковку О. О, то есть, вот у нас, а это у нас с вами закрытый аквапарк. Смотрите, мы сначала делаем крестик, очень важно, обратите внимание, что вот внизу должна быть вот эта вот загогулина. Да, и дальше мы как бы спускаемся. О, да, вот у нас вот мы как бы, вот если там было и открытый аквапарк, то, соответственно, здесь, о, аквапарк у нас с вами уже крытый. Крытый аквапарк, и вот мы с вами уже съезжаем через буковку О. Вообще, вы можете придумывать, я вот сейчас говорю, свои собственные ассоциации, которые у меня возникают. Вы можете придумывать те ассоциации, которые вообще удобны вам. То есть, с чем у вас ассоциируется, может быть, не знаю, оно у вас ассоциируется с едой. Может быть, еще с чем-то ассоциируется. Вот у меня вот такие вот ассоциации. Вот, поэтому я их ни в коем случае не навязываю ассоциации у каждого свои. И это абсолютно нормально. А теперь то, что касается удлинения звука. А, И, У, Э, О. Мы помним, что в хирагане оно удваивалось через повторение буквы. То есть, надо было написать два раза букву А. И вот у нас с вами получается А. Два раза пишем И. И вот у нас получается И. Но в катакане правила чуть-чуть меняются. У нас появляется вот такая вот черточка прямая, которая как будто бы она показывает нам, что нам по этой прямой как раз и ехать. То есть, А, дальше И, У, Э и О, соответственно. То есть, вот здесь, в этом плане катакана она будет легче. Дальше. Следующий ряд. Вот самые основные моменты здесь вот как раз сказал. Следующий ряд это Ка, Ки, Ку, Кэ, Ко. Обратите внимание, Ка это то же самое Ка, что из хирагана. Только в отличие от Ка из хираганы, Ка из хирагана она более плавная. А это прям вот такой вот твердый стульчик. Да, вот мы его рисуем. Если вот вспомните, Ка в хирагане, там вот была такая пимпочка. Вот здесь этой пимпочки нет. Все лишнее вообще убрать. Да, ничего лишнего мешать, собственно говоря, не должно. То есть, не должно быть ничего лишнего. А следующее. Ки. Ура. У нас тоже точно такое же, как и в хирагане. Ничего запоминания. Если вы уже в хирагане запомнили, то нам ничего уже запоминать не надо. Просто раз, два, три. Помните, мы в хирагане говорили про вот эту вот там дополнительную черту, что она там различается и так далее. А здесь ее просто нет. Все. Мы от нее избавились. Действительно. А зачем она вообще нужна? Согласна. Дальше. Ку. Ку. Вот здесь я, честно говоря, не знаю, с чем оно ассоциируется. Но оно сразу его лучше брать в связке с Ку и Кэ. Потому что они будут постоянно путаться. Они похожи. Ку. Мы как бы вот, опять же, сначала съезжаем. И потом вот сюда вот дописываем этот элемент. В отличие от Кэ. То есть, Кэ у нас идет вот то же самое, только это более длинное. И вот, скажем так, вот этот хвостик, на котором оно стоит, оно держится, оно выходит из середины. То есть, вот обратите внимание, оно выходит именно из середины. А Ку, оно пишется в два штриха. Вот поэтому, собственно говоря, ситуация такая. А Ко, собственно говоря, оно похоже на то, которое у нас было в Хирогане. Только мы его с вами объединили. Оно у нас теперь превращается в одно. И как у нас было в Хирогане, как мы с вами помним, у нас есть такой значок. Это две палочки, которые называются Негоре. И вот у нас, соответственно, Ка. То есть, оно вообще про озвончение. Ка превращается в Га. Ки превращается в Ги. Ку превращается в Гу. Ну и, соответственно, удлиняться оно. Оно может точно так же. То есть, оно может удлиняться через вот этот вот значочек. Вот как раз он здесь будет. Вот. Это то, что касается вот этого ряда. Следующий ряд. Это у нас с вами Са-Ши-Су-Се-Со. Но все-таки давайте... Несмотря на то, что я уже рассказывал, Поливановская система, собственно говоря, по которой здесь написано, транслитерация, она не совсем верно отражает звук Щи. То есть, он не совсем Си, он именно Щи. И вот с этим звуком здесь будет... Прошу прощения. С этой буквой будет небольшая неприятность. Потому что, обратите, вот я сейчас красным показываю. Два смайлика, две судьбы. Скажем так, да. То есть, казалось бы, было бы легко запомнить, что вот у нас есть с вами один смайлик. Но не тут-то все так просто было. Вот. У нас все-таки смайлика два. И чем они отличаются, я вам сейчас расскажу. Но прежде мы, естественно, должны сказать про звук Са. То есть, Са у нас отличается следующим образом. То, что мы сначала... Да, у нас идет горизонтальная линия. Потом, соответственно, первая вертикальная. И потом, соответственно, только потом будет третья. Да, то есть, обратите внимание, не путать ее с Се из Хирогана. Потому что они похожи. Действительно, они похожи, но их путать не надо. И через некоторое время это вот как бы оно и не будет так восприниматься. То есть, у вас уже будет на автомате. Когда вы читаете катакану, вы понимаете, что вы читаете катакану. Ну, когда вы читаете Хирогану, вы понимаете, что вы читаете Хирогану. И они не перемешивают. Дальше. То, что касается звука Ши и Цу. Тут обратите внимание, в каком порядке пишутся вот эти вот глазики у смайликов. У Ши, оно пишется сверху. То есть, мы пишем один сверху, второй снизу. И вот дальше, да, вот внимание, как отличать вот эти вот две гадости. Между собой, на письме и так далее. То есть, с одной стороны по направлению глазок. С другой стороны, на письме вам всегда очень-очень важно, я вот сейчас обведу, как раз выделять вот этот вот хвостик. Вот. То есть, тут на самом деле должен быть вот такой вот небольшой хвостик. И он идет как такая галочка. То есть, вот он всегда будет идти как галочка. И на письме оно всегда отображается. То есть, вот таких вот, как здесь, потому что в этом конкретном шрифте здесь не видно. Но галочка должна быть. И в отличие, давайте сразу же Цу рассмотрим тогда. Потому что Цу у нас получается следующим образом. У нас сначала идет первая черта. Потом, соответственно, вторая черта. То есть, глазики идут как будто бы вниз. То есть, они тоже идут под определенным наклоном, но как бы чуть-чуть пониже. И вот дальше черта, от которой мы все рисуем, она вот как раз будет вот здесь вот. То есть, вот Ши, оно у нас вот такое, знаете, мы как будто бы взлетаем Цу, мы наоборот соскальзываем. Вот можете постараться так запомнить. И, собственно говоря, эти буквы не будете путать. Са, Ши, следующая буковка. Так, дайте я пока все очищу, рисунки. Следующий это Су. То есть, Са, Су все достаточно просто. У нас вот такая вот есть штука, и мы ее просто подпираем. Не знаю, как запомнить. Ну, вот как-то так. Так, дальше Се. Вот они вот тоже, Се, Су и Се, они вот какие-то без особенностей. Се. Вот Су и Се, они без особенностей и без проблем. А вот теперь Со. И вы как будто бы уже обрадовались, что все хорошо. Казалось бы, все хорошо, мы уже самые сложные смайлики разобрали. А нет. Обратите внимание, Со и Эн. Самое-самое последнее. Собственно говоря, будет тот же самый прикол, только немножко в другом. То есть, мы одну черту ставим здесь, и дальше Со мы съезжаем сверху. То есть, у нас вот эта вот загогулина, она будет здесь. А Эн мы ставим вот сюда, и вот здесь вот она, вот эта вот галочка, она здесь будет проявляться. И если Ши, оно как бы съезжало, точнее поднималось наверх, то Со, оно сходит вниз. Ну вот можно себе так запомнить. Кстати, давайте прям, кстати, мне сейчас прям в голову пришла очень-очень красивая концепция. Сан на японском языке, это значит гора. И, ну это не совсем, в общем, по одному из прочтений будет гора. Вот постарайтесь так и запомнить, что вот мы с вами сначала собираем рюкзачок в гору. Потом мы на эту гору спускаемся, прошу прощения, мы поднимаемся на эту гору. Потом на этой горе сидим. А потом, соответственно, на этой горе мы пьем какой-нибудь коктейльчик. Не знаю почему, мне это напоминает какой-то коктейльчик. Вот, ну и, соответственно, Со мы уже дальше спускаемся вниз. Ну вот можно себе как-то так представить, если вот у вас, вам нужны подобного рода ассоциации, потому что есть люди, есть, да, разные, у разных людей, собственно говоря, разные когнитивные способности. А кому-то нужны вот эти вот ассоциации, кому-то нужны. Прошу прощения, кому-то не нужны. Да, то есть вот здесь это тоже, если вам эти ассоциации не нужны, то и не запоминайте их. Если они вот вам мешаются и так далее, отмахнитесь от них и все будет хорошо. Вот, если они вам нужны, то вот, пожалуйста, я вам их тоже стараюсь дать. Следующее, да, то, что у нас образуется от этого ряда, не забываем тоже точно так же, что сюда добавляются не горе. То есть Са превращается в Дзе, Ши превращается в Джи, Су превращается в Дзу, Се превращается в Дзе и Со превращается в Дзо. Ши превращается в Джи, да, но вот это вот больше скорее Джи, вот как вот этот вот звук из английского языка. Ши-Дзи, Су-Дзу, Се-Дзе и Со-Дзо. То есть здесь все остается так, как есть, и все нормально. Следующий наш с вами ряд это Та-Чи-Цу-Те-То. То есть вот у нас с вами опять же идем вниз. Та, да, и оно как бы похоже на Ку, только вот здесь мы ставим дополнительные знаки. Та, дальше Чи, тоже обратите внимание, очень плавно, мы его как будто бы делаем как зонтик, то есть спускаемся вниз, потом чертим горизонтальную черту и, соответственно, потом вертикальную. вертикальную, но которая вот с небольшим отклонением, такой вот зонтик прекрасный. То, что касается Цу, я уже сказал, вот оно у нас с вами есть. Цу, Те, Те у нас это, соответственно, две черты, которые не пересекаются. И то, вот знаете, как я запоминал, то, то это такая дверка. Ну вот как в английском языке есть слово до, да, вот, соответственно, то это вот как крючек, ручка, за которую вы вот можете дверь открыть. Вот я, по крайней мере, то запоминал именно таким образом. Дальше, Цу у нас точно так же, как и в Хирогане. Она может быть большая, может быть маленькая. Если вы видите маленькую букву Цу, то есть половину меньше, чем она представлена, это значит, что она удваивает последующую согласную. То есть любая согласная, которая будет после нее, она ее будет, соответственно, удваивать. И точно так же у нас будет еще знак, соответственно, Негоре, точно так же Та превращается в Да, Чи превращается в Джи. Тут вообще, ну, скажем так, тут в зависимости от слова надо смотреть, да, потому что сразу Чи и Джи, что лучше употреблять? Ну, чаще всего, скорее, все-таки вот это. Но там все-таки надо смотреть в зависимости от слова, да, как, знаете, в том приколе, которому уже тысячу лет, в зависимости от fabrics, сколько details, ну и так далее. То есть вот здесь, на самом деле, та же самая ситуация. В зависимости от того, какое это будет слово, какая у него этимология, какая у него история, да, и вот через что оно будет записываться, но в катакане это все-таки мини-принципиально. Да, то есть прям какой-то такой фатальной ошибки, оно, собственно говоря, из себя представлять не будет. Цу превращается в Дзу. То же самое. Здесь надо смотреть конкретно ситуацию. То есть оно будет действительно точно так же совпадать. Т превращается в Д, Т превращается в Д, так, не горе, надо поставить. Ну, и Т, соответственно, превращается в Т. Так, это то, что касается ряда Та. Следующий ряд, который у нас с вами есть, это НА, НИ, НУ, НЕ, НО. От него, слава богу, ничего не образуется. Сразу скажу, да, вот НА, НА, мне, знаете, это слово напоминает... Потому что оно вот как-то... Оно, во-первых, и рядышком там с ними, а во-вторых, оно мне напоминает БАНА, потому что БАНА на японском языке там вот два раза НАНА стоит. И вот это вот НАНА можно запомнить для себя как БАНАНчик такой. Вот такой вот БАНАНчик. Или, знаете, если вы особо кровожадные, что это вот какой-нибудь кинжал, или такие НААА! Можно постараться так запомнить. Но это если особая кровожадность. Следующее. Это у нас с вами НИ. Здесь все просто. Это две полосочки. Сейчас, да, по такой теме, чтобы, знаете, ни в какую тему не сойти. Вот можно себе, да, представить, что две полосочки – это НИ. Вот. Не буду говорить те ассоциации, которые мне приходят в голову, хотя очень прямо хочется. Следующее. Это у нас, соответственно, НУ. НУ, оно как будто бы вот уперлось. НУ. И вот здесь вот у нас вот такой вот сразу будет вот значок, да, который будет вот этот вот, скажем так, это перечеркивать. НУ. Дальше. НЕ. НЕ – это у нас с вами вот такая интересная достаточно конструкция, потому что мы ее пишем сначала, да, то есть мы ее пишем пимпочку сверху, потом вот этот элемент, да, то есть уголочек. Давайте назовем его уголочек. И потом идем, соответственно, вниз. И дальше уже нам остается только съехать, да, вот четыре, соответственно, как раз в четыре действия. Ну и самое последнее – это у нас с вами НУ. И мы с вами обращаем внимание, да, что оно едет сверху вниз. Можно ее вот так, в принципе, да, можно ее вот с вот этой вот чертой. Как раз тоже, но это здесь будет, на самом деле, менее принципиально, то есть НУ, НУ, НУ. С ним все легко и с ним все просто. Так, это то, что касается вот этого ряда. Дальше. ХА. Очень легко, оно вот напоминает как раз такое вот, не знаю, что оно напоминает. Я не, ну да, здесь будет достаточно сложно вот конкретно здесь какие-то аналогии на ХА сказать. Вот, может быть, да, это вот у человека, да, на ХАЛ, ХА, который расставил ноги, например. Вот он ХА. Дальше. ХИ. Я не знаю почему, но он мне напоминает вот такого человечка, который просто сидит. И вот он хихикает и указывает на кого-то пальцем. Да, то есть вот он сидит. Как раз мы начинаем с его ручки, которые указывают на кого-то. И вот он дальше сидит. ХИ-ХИ-ХИ-ХИ. А дальше. ФУ. С ФУ, как вы понимаете, все достаточно просто. ФУ, оно… Вот одной такой чертой, собственно говоря, есть. А вот с Хэ у нас с вами проблем никаких нет, потому что Хэ как раз мы ровно, почти ровно такую же встречали в Хиракане. Там буквально она чуть-чуть поплавнее, но это если прям совсем присматриваться. А так, в принципе, это та же самая буковка. Давайте я как-то очень кривый. Я решил зачем-то ее в две черты нарисовать. Да, то есть вот она как раз Хэ. Это вот такое вот тоже. Куда-то восходить, куда-то на что-то восходить. Вот это вот будет как раз Хэ. Следующее – это у нас с вами Хо. То есть мы берем за основу крестик с вот этим вот элементом внизу. И дальше уже ручки, которые… Ну, ручки, давайте так, части, которые вот внизу как раз у нас с вами есть. Вот у нас с вами ряд Ха-Хи-Фу-Хэ-Хо. Значит, то, что касается этого ряда. От него образуются два дополнительных ряда. То есть, если мы добавляем Негоре, это получается Ха-Ба. Хи, соответственно, Би. Фу-Бу. Хэ-Бэ. Хо-Бо. Это то, что касается. То есть у нас получается ряд Ба-Би-Бу-Бэ-Бо. Давайте здесь запишу. Ба-Би-Ба-Би-Бу. Вот видите, у меня даже, как я на русском, очень кривенько пишу. Б. И, соответственно, Бо. И от этого ряда у нас есть, на самом деле, такая небольшая проблема. В том, что у нас есть еще дополнительный ряд, который от этого получается. Это, соответственно, Па-Пи-Пу-Пэ-По. Для того, чтобы его составить, нам вместо знака Негоре, надо поместить такой знак, который называется Хан Негоре. То есть, вот такая вот полая точка на этом же месте. И у нас получается ряд Па-Пи-Пу-Пэ-По. Па-Пи-Пу-Пэ-По. Вот у нас, соответственно, получилось Па-Пи-Пу-Пэ-По. Следующий ряд. Это у нас с вами ряд Ма-Ми-Му-Мэ-Мо. Ма. Вот, честно, тоже не знаю, с чем оно ассоциируется. Таких... Ну вот, мы делаем здесь уголочек наш любимый, но он чуть-чуть укороченный. И, соответственно, мы вот внизу его как бы подчеркиваем. То есть, мы его отсекаем. Ма. Дальше Ми. Не знаю, как вам, мне напоминает три таких каких-нибудь когтя от какого-нибудь животного. Оно было сначала Ми-Ми-Ми. Вот, а потом, соответственно, вам сделало такой вот кусь не очень приятный. И у вас остался вот такой вот след. Соответственно, три под небольшим таким наклоном. Опять же, у меня здесь чуть-чуть кривовато получается. И наклон получился слишком большой. Давайте сейчас все-таки чуть-чуть переделаю. Вот, да, вот так вот все-таки получше. Ма-Ми. Следующее Му. Му у нас, мы пишем в одну черту. И вот дальше вот уже вот как раз вторую. Здесь добавляем. Я тоже не знаю, с чем оно будет вот прямо так ассоциироваться. Мэ. Это как будто бы но. Но только мы сюда добавляем вот еще вот этот вот значок. Да, или же... Да, как будто бы... Можно, кстати, знаете, как себе представить? Если мы говорили, что на это кинжал, то мэ, это как будто бы его, знаете, кинжал поплавили. И вы такие мэ. Вот, да, что-то такое. Вот можно себе тоже представить и вообразить. Ну и дальше, соответственно, мо. Мо это две черты, которые пересечены. Очень важно вот это вот помнить. Одной. И вот, соответственно, оно внизу вот здесь закругляется. Дальше. Ряд я, ю, йо. Как я и говорил, это ряд необычный, потому что он, да, он у нас действительно... Что такое я? Это е и а. Что такое ю? Это е и у. Что такое йо? Это е и о. Ну, соответственно, вот оно сюда. Да, именно это и добавляет. Вот теперь смотрите. Я очень похожа, как из хироганы, только гораздо проще. То есть мы ее квадратнили, от всего лишнего избавились. Вот написали двумя штрихами. Все хорошо. Ю. То же самое, как и в хирогане. Так же, как и здесь. Оно, в принципе, напоминает русскую букву Ю. Да, то есть вот... Ну, это из хироганы, соответственно. Я, кстати, даже не знаю, что я сейчас пытался нарисовать. То ли из кириллицы, то ли букву Ю из хироганы. Вот. Но в любом случае, да, вот можно ее себе запомнить как раз именно таким вот образом. Дальше. Я, ю, да. То есть, ну, кстати, да, можно и... Так, я. Еще раз. Криво у меня получилось. И я. Ю. Это вот у нас так вот. И, соответственно, ЙО. Запоминается тоже очень-очень просто, потому что это просто отзеркальное ЙО из русского языка. Вот. То есть здесь вот можно вот это вот как раз увидеть. Значит, я, ю, ЙО. Это то, что касается вот этих вот моментов. Дальше. Теперь, в чем особенность я, ю, ЙО в катакане, которая, скажем так, отличает ее от хироганы. Потому что в хирогане вы только к ряду ри, ми, хи, ни, чи, ши, ки можете добавить я, ю, йО. В случае катаканы вы можете добавить я, ю, йО к тому, к чему вам будет удобно. То есть, смотрите, например, слово фэшн. Но, сразу скажу, что то же самое слово мода, оно пишется, может записываться по-разному. Это будет в зависимости от региона, от того, кто это слово услышал и так далее. Да, но вот здесь оно может идти через допустим, оно может... То есть, вы сюда можете присоединять вот эти вот я, ю, йО. И более того, вы еще можете присоединять, то есть, делать маленькими а, и, у, э, и о. То есть, та фишка, которая в хирогане была исключительно за я, ю, йО, что вы их сделаете маленькими. Эта фишка теперь в катакане располагается вообще на всех. Очень часто, вот какие, прям, знаете, очень часто используются, например, у и и. Вот смотрите, у большое и и маленькое. Для чего? Для того, чтобы показать слово виски, допустим, вот, и так далее. Да, то есть, вот оно, для того, чтобы показать звук уи, вот оно, вот как раз, для этого и нужно. Да, то есть, и таких вариаций здесь учить, скажем так, опять же, это все приходит именно с такой вот наработкой. Да, то есть, вы это как раз все просматриваете. дальше, да, то есть, вот в этом плане ограничений в катакане, то есть, катакана такая более разнузданная, у нее правил в этом плане меньше, что, как слышится, то к чему, то к тому и подставляете. Вот. Это то, что касается вот этого. Дальше. Следующее. это как раз ряд ра-ри-ру-ре-ро. Как я уже говорил, звук р в японском языке, он особенный, это звук между р и л, но так как японцы не различают, они вообще не слышат разницы между р и л, то, соответственно, вы можете как рычать, так и просто говорить л. Вас в любом случае поймут. Поэтому вот у нас с вами получается ра, ра, дальше ри, ри вот такие вот две штучки вниз, она чуть-чуть закругляется. Ра-ри, дальше ру смотрит в разные стороны. Ру, дальше рэ, рэ и, соответственно, ро. Ну, знаете, очень напоминает вот квадратик, он вообще в принципе в японском языке будет обозначать рот квадратный вот соответственно ро вот так можно себе запомнить что рот ро вот какой-то вот такой квадрат ну и так точно также очень очень хорошо будет как раз именно на знаке ро научиться рисовать квадраты на японском потому что вот это вот мы сначала чертим получается левую вертикальную черту потом мы соответственно дорисовываем вот это вот соответственно вторую и третью и дальше уже видите у меня крик криво и дальше мы уже подчеркиваем ее просто внизу чуть чтобы она еще отходила дальше в ну здесь я уже в принципе говорил да и она похожа как раз на у дальше в точно так же как в хирогане мы ее вообще не используем в точно так же это вообще уже не используется я их даже особо нигде не видел то есть при том что даже ну периодически мне приходится открывать какие-то тексты на старый японском и так далее то все равно там вот этих вот звуков но я не скажу супер много вот там все таки да там да там другие есть интересные буквы и так далее тоже которых очень много то есть там как ранее раньше писалось еще и например ну это там много всего есть интересно а то что касается о смотрите так как буква о она исключительно встречается в грамматике я знаете ее где единожды только видел это когда название песни было написано полностью катаканы то есть она типа модного молодежно и так далее то есть катаканы это вот то что то такое более модное молодежное и она тоже чаще вот используется вот но при этом при всем она встречается очень очень редко тем более в каких-то таких начальных текстах именно в катакане она не используется нигде потому что звук о да который есть в японском языке он существует исключительно для показателя винительного падежа больше он нигде особо они используются поэтому вы его можете запомнить но встречать вы его будете крайне крайне редко вы на самом деле по аналогии догадайтесь что это буква о там как бы это будет точно понятно ну и буковка n про нее мы уже сказали что ее не надо путать с буковкой со вот собственно говоря это то что у нас с вами связано с катаканой поэтому если да вам данный урок понравился обязательно подпишитесь на этот канал поставьте лайки помните что у меня есть как канал у меня есть группа по японскому языку в телеграме отдельная вы там можете задавать ваши вопросы писать какие-то замечания комментарии так далее там тоже стараюсь выкладывать всякие посты новые слова писать на японском языке ну и так далее а вот ну и соответственно там вся информация о там выкладываю видео и точно так же там информация о моих курсах по японскому языку потому что я даю как индивидуальные занятия по японскому языку так и групповые то есть например японский язык по манге японский язык по песням выбираете то что вашей душе угодно выбираете там не знаю песню которая вам нравится на японском языке мы ее с вами разбираем вот собственно говоря на этом на сегодня все обязательно подписывайтесь на этот канал потому что кроме японского языка и здесь есть еще но много 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 всего поэтому и теология и философия и вообще стараюсь наполнить этот канал максимально по полной поэтому обязательно подписывайтесь рассказывайте своим друзьям и знакомым до можете кинуть репостом не всегда это поможет это очень важно будет можете себе на стену чтобы вот если катакана будет забываться пересматривать от занятия можете рассказать просто своим знакомым вот и что есть такой канал обязательно подпишитесь ну а я с вами прощаюсь до новых встреч увидимся на этом канале пока пока